Привет, уважаемые друзья! Меня зовут Эмиль, и мы продолжаем играть в NBA 2K15. Видите, у нас уровень сложности стоит Суперстар. Несмотря на это, Добрыня довольно легко всех обыгрывает, обводит, ну и вообще показывает себя с хорошей стороны. Атрибют Upgrades мы можем с вами сделать какой-то. Inside Scorer будет стоить нам 452 всего лишь. Так, Атлет будет стоить 484. Чуть подороже, но я думаю, что вот Атлет это то, что нам нужно. Потому что, ну, Атлетичность, Атлетизм, он никогда никому не вредил. Плеймейкер нам не нужен, Ребаундер не хватает одного очка, и Дефендер тоже, в принципе, не хватает. Но я думаю, что мы это исправим. У нас осталось две игры на то, чтобы произвести впечатление на тренерский штаб. И я думаю, что мы должны пользоваться теми возможностями, которые у нас есть. То есть, производить хорошее впечатление. И, ну, возможно, что Эрика Гордона тоже заткнуть очень хочется. Поскольку Эрик Гордон, ну, слишком загнался, парень. Слишком загнался. У нас был такой прыщ в Фениксе. Это был Эрик Блетсоу. У нас был такой прыщ в Орландо. Это был Глен Дэвис. В Атланте, я не помню, кто был у нас таким прыщом. Но тоже, тоже наверняка был какой-нибудь уродец. Ну, так что, как шутят же, там, этим троим нужно сняться в одном фильме. Я надеюсь, что в одной команде они никогда не сыграют. С кем у нас следующая игра, к сожалению, я не могу смотреть. Записываю серии пачками. Так что, если я запоздал и реагирую на ваши комментарии, не обижайтесь. Я просто, ну, по три и по четыре серии пишу. Итак, мы играем против Атланты Хоус, как говорится. Стоит легки на помине, ребята. Вот Кайл Корвер. Но он неплохо, кстати, играл в то время. Ну и... Ну и... В стартом составе нас, естественно, нет. Зато Гордон вытирает свои подошвы своими грязными руками. Абсолютно негигиеничный человек. Наш тренер меняет галстуки с завидным постоянством. Говорит, вставай, мужик, пошел! Счет. Ну, естественно, мы проигрываем. Что же... Вот Эрик Гордон уже готов обвинить во всем Добрыню Поповичу. Что это Добрыня виноват. Но мы-то с вами знаем, что Добрыня не виноват. Что Добрыня здесь вообще ни при чем. Вот где сейчас Гордон? А Гордона вообще сейчас на паркете нет. Его тренера заменил уже давно. А нет, вот он, вот он Гордон. Подбор сделал. Подбор сделал. Блестяще. Наверное, первое полезное действие за матч. Это то, чтобы перед Добрыней не обосраться. Играем против Элла Хорфорда. И это очень серьезный соперник. Это один из сильнейших центровых Востока. Но сейчас, по-моему, мы не против Хорфорда. Да-да, там толкаемся. Или... А, нет. Против Хорфорда. 15 номер. Атланты. Это Хорфор. Гордон. Мне ты не отпасуешь ведь сам, да? Давай заслон. Вот. Какой заслон тебе поставил Добрыня? И ты... И ты смазал. И ты смазал. Вот я могу уже тебя обвинять, Гордон. Кто ты такой после этого? Тебе Добрыня все сделал. Чтобы только там ручонками своими кривыми мячик закинул в корзинку. А ты не смог этого сделать. Это не по-богатырски. Богатыри такое не уважают. То есть, если бы ты сам идеально играл бы, да? Говорится про соринку и бревно. Это поговорка наша отечественная. Вот. И блокшот, смотри. И Добрыня там бьется просто как... Как не знаю кто бьется и... Знаете, мне никто даже доброго слова не скажет потом. Я вот несмотря на то, что накрывал, да? Все остальные просто ничего не делают. Остин Риверс. У нас же нету. Нету даже Джору Холидея. Хорошо, что Дэвис хорошо там подбирает. Извиняюсь за тавтологию. Но да. Да. Брови Дэвиса. Молодец. Вот Дэвис мне же плохих слов не говорит. Он у меня старается, наоборот, поддержать своим молчанием и многозначительными поднятиями уровня своей брови. Это тоже уровень своеобразной поддержки. Что они все попадают и попадают? И даже за подбор мне не дают побороться. Я уж не говорю про очки в атаке. Остин Риверс. Ну, Остин Риверс наш братан. В этом парне я уверен. Итак. Дэвис. Дэвис. Ой. Добрыня. Ну, хорошо. Добрыня поборолся за отскок. Добрыня забил. Добрыня молодец. Добрыня богатырь. Надо было, конечно, данк сочный поставить. Но я что-то растерялся. Добрыня же, он все-таки еще не совсем уверенно чувствует в этой лиге себя. Хотя это доминирующий центровой. Он не даст никому разгуляться под своим кольцом. И под чужим тоже порядки богатырские наведет. И вот сейчас, как боролся с Хорфордом Добрыня. И дал Дэвису, правда, забрать подбор. Но ничего. Дэвис наш друг. Это не страшно, что он дает Дэвису подбор и забирать. Вот так вот. Хорфорд. Не забил, к сожалению, Добрыня. И Хорфорд выиграл подбор сейчас не только у Добрыни, но и у Дэвиса, что тоже ценно. Мы держим Хорфорда. Ребята, разбирайте своих. Кайл Корвер. Очень опасный игрок с дистанцией. Может и попасть. Так что на месте Гордона я бы опекал его еще увереннее. Тиг. Тиг. Нервный Тиг достаточно получился. Но мяч забил. Хотя сейчас видите, какие глаза у Тига. Бешеные. Нервные. Чувствуется неуверенность в действиях Тига. Селманс. Молодец. Селманс забил. И даже не понадобилась помощь Добрыни. Тиг идет. Тиг придет. Порядок наведет. А закрывать нам надо Хорфорда. Не забывайте об этом. Хорфорд тут под моим контролем все делает. И Добрыня забирает еще подборы. Ну да. Риверс почему-то решил отдать на Добрыню. Почему он решил отдать на Добрыню? Не знаю. Ну вот Добрыня. Видите. Он не просто большой парень. Он еще и ассистент. Тонкие пасы Добрыни. Позволяют нашей команде сократить разрыв до одного очка. И где? Где эта мразь Гордон? Который. Ну вот. Что-то он нам пытается доказать все время. Какой он крутой игрок. Что виновата ему вся команда. Особенно ты. Мразь. Перед очами богатырскими предстает. И не красни. Так. Ну смешно. Смешно. Вот Дэвис молодец пацан. Работает. Настоящий большой парень. И так против нас Элтон Брент. Человек. Которого помнят еще и прошлое и позапрошлое поколение болельщиков Национальной баскетбольной ассоциации. Ну и нынешняя тоже будет в памяти держать такого баскетболиста. Мюллер. Мюллер забил. Мюллер. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Дэвиса на паркете больше нет. Ну радует больше, что нет на паркете Гордона. Хотя смеяться не над кем. Так что это тоже не сильно радует. Обождите. Вот это вот не Гордон ли? Не Гордонская ли? Это рожа наглая. Да, это Гордон. Гордон на паркете. Все в порядке. Ну вот как сейчас, почему блокшот не поставил Добрыня? Должен был ставить. Должен был жестко накрывать и жестко бороться. Вот Гордон, давай, завершающий бросок. Ты же у нас гений, ты же у нас мастер. Ну давай. Ну куда ж ты, Гордон? Ну что? Вот человек действительно... Ну что он о себе мнит, я не могу понять. Просто я не понимаю. Атланту тренирует гибрид Дукалеса и Луи Ван Гала. Ну и вот такого серьезного пацана они выпустили. А мы отдыхаем. И выходим против Эллы Хорфорда опять же. У Эллы Хорфорда рейтинг 83. Неплохо. Вторая четверть. До конца три минуты. Решили перестраховаться. Тренеры... Ну, знаете, Эллу Хорфорду мы так особенно дышать не даем. А ведь это лидер Атланта. На секундочку. Ну и у них еще есть Милсоп, конечно. Так, Милсоп. Дэвис его держит. Ну вот крюк получился такой солидный. И 40-40. Фредет. Ждем от Фредетта чего-то хорошего. Ну вот он отписал мяч Добрыни. Это хорошо, да. Беспорно. И Добрыня хитро попытался сыграть. Но не получилось, к сожалению, у Добрыни. Гордон сглазил. Не иначе. Тик. Что будет делать Тик? Здесь Хорфорд едва не ускорился. Корвер. Играет на Хорфорда. Против Хорфорда Добрыня. Хорфорд испугался. Сразу видно. Страх был виден в глазах Хорфорда. Добрыня уничтожил Хорфорда. Ой, Хорфорда говорю. Корвера. Гордон. Нашему другу отпасовали. Чтобы не ныл. А то он же ныть начнет. Скажет. Ты что творишь? Добрыня. И Сэлманс. Какой-то невероятный просто бросок выполняет. Невероятный бросок. И Луи Ван Гал. Дукалис берет тайм-аут. Добрыня присел на скамеечку. Рядом с ним Дэвис. А Гордон рядом не садится. Для него это... Для него это оскорбление чести. А Добрыня, смотрите. Он сидит даже не прижимаясь к стулу. То есть левитирует. В воздухе сидит Добрыня. Слабо так всем. Даже Энтони Дэвису. Не слышим мы, что говорит нам тренер. Ну и ладно. Добрыня, он не нуждается в указаниях тренера. Ему указ, ну только там, не знаю, камень какой-нибудь путеводный, где налево пойдешь, коня потеряешь. Направо там еще что-нибудь. Но вот у Эллы Хорфорда сейчас такой же камень в лице Добрыни. Ну куда лезет этот маленький мальчик? Против Добрыни Поповича. Против богатыря. Но богатыря не надо так лезть. Богатырь, он сам решает, что и как ему делать. Ааа, Гордона заблокировали. Опять Добрыня виноват. И Хорфорда не смог сдержать Энтони Дэвис. А ведь все началось опять же с Гордона. Ошибка Гордона, а не Добрыни. То есть Гордон же... Добрыня же Гордон ни в чем не обвиняет, да? Он не говорит, вот козел этот... Ой-ой-ой, Фредетта накрывают. Мне сейчас надо бежать со всех ног, потому что там Хорфорд. Ну ничего, ладно. Быструю атаку погасили. Сейчас стоим, играем. Хорфорд. Да нет. Да нет! Ну как же так, Добрыня? Проиграл позицию под кольцом. А это... Это всегда обидно. Но Добрыня ставит заслон. Ну вот, беги, беги, Фредетт. Вот Фредетта вообще не понимаю. Ну сейчас зачем так делать? Вот Гордон упас и заслон. И открывается Добрыня, но Гордон сам все сделал. Хорошо. Ну ладно, сделал-сделал. Добрыня на тебя не в обиде. Добрыня русский богатырь. У него доброе, большое сердце. И он не сердится на партнеров, которые не пасуют. Ну не пасуешь, не пасуешь. Это как бы твои проблемы. Не проблема Добрыни. Тик. Милсап. Сефалоша играет в Атланте. Да. Так. Довела судьба Табо. Взлетел Милсап. Фредетт. Ну давай, бросай. Не попал. 44-44. Ничья после первой половины. Ну какие претензии опять к Добрыне? Никаких. Один раз проиграл подбор. Это говорит наш дом, говорит тренер. Здесь мы должны, в общем, ух. Ничего путного он не скажет, зная об этом Добрыня переходит во вторую половину. И здесь Новый Орлеан выигрывает. Да, представляете, Новый Орлеан выигрывает. Неужели Гордон сегодня не так косячил, как обычно? Я специально посмотрю статистику Гордона. Уитни. Уитни попадает. Все хлопают. Да, говорят чуваки, да. Ну и вот сейчас, видимо, видимо Добрыня поднимается со скамейки. У него 30 номер. Они говорят, поменяй номер. Ну у Фредетта 32-й, видите? Добрыня с завистью на него смотрит. Ну и видите, возвышается. Как Добрыня грозно над всеми возвышается. Даже Дэвис малыш по сравнению с Добрыней. И похлопал он Андерсона. Сейчас Андерсон, Миллер, Селманс, Риверс и Добрыня. Но против нас по-прежнему Эл Хорфорд. Грозный, грозный игрок. Здесь ничего не скажешь. Мощный, грозный, непобедимый практически. Ну, если серьезно, да, так и есть. Шрёдер у Атланты. Тоже парень непромах. И попадание, да. Это Табаси Фолоша. Заслон, я думаю, Риверсу нужен. Шрёдер просто воткнулся в Добрыню. Ну вот, к сожалению, паса не последовала в ту зону. Хорфорд неплохо там все перекрывает. Андерсон. Хорфорд забирает подбор. Хотя с Добрыней ему тяжело тягаться. Он уже много достаточно мячей. Проиграл Добрыня на своем щите. Со щитом или на щите. Шрёдер пытается Хорфорд пройти под кольцо. Но там Добрыня стоит просто стеной. Стеной стоит. И предчувствует, куда летит мяч. Отдает его Остину Риверсу. Остин не видит Добрыню. Он видит Андерсона. Андерсон забивает блистательно. Блистательно играет Новый Орлеан сейчас. Жалко Холидей травмироваться. Шрёдер. Шрёдер. Контролирует мяч. Прессует его. Остин Риверс сейчас фалит. Хотя зря фалит. Там же Добрыня была рядом. Добрыня страховал. Богатыри своих не бросают. Наш Рёдер, ну посмотрите на него. Ну, каждый выделяется как может. Чем-то напоминает мне Ахмеда Мусу. Не забивает второй. Андерсон выигрывает подбор. Ну и выигрывает. И слава богу. И дальний очередной выстрел с сиреной. Команда довольна. Йоу! Йоу, бронзерс! Йоу! Фредет и его 32 номер нам снова показывают. Мол, не будет твоим 32. А я говорю, ну почему нет? Ассист оф зе гейм. Ах, я зачем-то пропустил. Там наверняка был ассист в исполнении Добрыни. Так что Добрыни прекрасный ассист. На Остина Риверса прошел. Ждет чего-то Джефф Тиг. Гордона на паркете мы не наблюдаем. Ну и очень легко набирает очки Скотт сейчас. Риверс. Так, подожди-ка, Риверс. Подожди. Вот тебе заслон. Ах ты. Ну почему? Почему ты не прошел под щит? Он решил сразу бросить. Вот этого я не хотел делать на самом деле. Не хотел я этого делать. Я хотел пройти под щит очень красиво. Но Добрыня отреагировала на мои просьбы иначе. Броском со средней. Хотя российские центровые, они неплохо бросают. Я не знаю, что там подтверждение. Он мне сказал, что он трешки отрабатывает на тренировках. А Добрыня забрал подбор. Забрал. В трех метрах находился от места падения мяча. Но забрал. Если бы было можно, Челябинский метеорит Добрыня бы тоже поймал. А сейчас я стоял на месте. Я не дергал стики. Почему Терновер? Ну нет, ребята. Ну и сразу же тренер заменил. Сука. Ну выпустил сейчас меня против Элтона Брента на концовочку. Да. Ну Добрыня-то неплохо был. Сегодняшний матч. Риверс выиграет подбор. Добрыню там оттерли от мяча просто. Игнорирует партнеры Добрыню после его потери. И бэккорд вайлэйшн. Да, лучше Риверсу отдать бэккорд вайлэйшн, чем Добрыню. Совершенно не согласен с этим. Шрёдер. Шрёдер повел. Ну куда ты повел, Шрёдер? Кайл Корвер. Попадает Кайл Корвер. Ну и в принципе это никак не повлияет на итоговый результат встречи. Добрыня. Вон где Добрыня. Может быть дашь мяч к Добрыне? А, ну это мяч наш всё равно. 0,9 секунд. Сейчас уже потери не будет. Добрыня, всё. 89,98. Прекрасная победа у Нового Орлеана. Ну и Добрыня там свой вклад внёс. Именно той пружиной, которой повел команду вперёд, стал Добрыня. И игрок матча Энтони Дэвис. Он не случайно к Дорису пристраивался в прошлой серии. Да, говорит, слушай, мы были агрессивными. И знаешь, Дорис, твоя розовая кофточка, я же не Филипп Киркоров, да? Ну ты одета лучше, чем в прошлый раз. И, ну спасибо, говорит Энтони, что похвалил. И я передаю слово комментаторам. А комментатор говорит, да, Дорис, ты действительно сегодня выглядишь получше. Так что Дэвис не стал даже тебя отталкивать. Ну и вот, видимо, сейчас нам дадут денежку 600 монеток, так неплохо. Ну и бокс-скор, бокс-скор у нас Дэвис 27 плюс 15. Да, да, это достойно, это достойно, это уровень. Молодец. Гордон, 19 очков, ну, 5, 7 из 16. 5 из 8, правда, из-за туги, ладно, ладно, Гордон, всё, забыли. Но если ты сейчас, если ты сейчас будешь предъявлять претензии к Добрыне, вот это будет несправедливо. Посмотрим, может быть, промолчит Гордон на этот раз. А может быть, опять какое-нибудь говнецо вот из него попрёт после матча. Скажет, нет, скажет, Добрыня, ты косяк. А ничего не сказал. Просто ничего взял, вот, и ничего не сказал. А вот, кстати говоря, в следующем матче, вот он, где, оказывается, что-то не обратил внимания. Следующая игра Стандер, и за неё даёт 125 монеток. Ну, так. Адриан Пэйн написал, что это не результат, то, что мы показали в матче против Добрыни и его партнёра. Ну, а Добрыня, Добрыня. Посмотрим, что здесь ещё есть. Что такое Signature Styles? А, стиль бросков. Можно, например, взять стиль Коби Брайанта, но это нам не нужно. Дрибл Пуллап, Спин Джампер, Новицки, Стивенсон, Бэйзмор, Хоп Джампер, Пост Фейд. Ну, мне кажется, это не то, не самое важное, что здесь есть. Кроссоверы все вот эти, ну... Это не то, что нужно. Что такое Boosts? Сюда ещё не заходил. А, вот что такое, это... Честно говоря... Честно говоря, не знаю, а что Boosts даёт? Так, Атлет. Сайт Скоро. Ну, что будет, если мы... А, как много игр ты хочешь улучшить? Честно говоря, не понимаю. Ладно. Короче говоря, напишите в комментариях, что это за Boosts, как его использовать, и потом мы уже разберёмся с этим. Ну, и, пожалуй, что на этом пока всё. Увидимся с вами в следующей серии, и там уже посмотрим, сможем ли мы выйти... Вернее, продлят ли нам наш 10-ти дневный контракт. Ой, Добрыня, если так будешь бросать, тебе точно ничего не продлят. Ой! Поехал.